Условия будут гораздо лучше. С другой стороны, район в этом году получит два школьных автобуса дополнительно к тем, которые имеются в школе Севсвятского и деревне Рокалу. Мы обращаем внимание, что район один из первых сегодня участвует в очень интересном таком движении, как организация дистанционного обучения. Вот здесь школы поселка Дубровка и села Севсвятская активно участвовали в этой системе обучения. И эта система показала себя с самой хорошей стороны. Все выпускники этих школ сдали сегодня экзамены, прошли государственную аттестацию. И, в общем-то, мы благодарны пирогическим коллективам, которые работают в этом режиме. В среднем образовании также ведется работа по повышению заработной платы. Вы знаете, это сделает дело в связи с указанием президента. И сегодня по полугодию средняя заработная плата среди пирогических работников района достигла 17 540 рублей. Но, однако, эта цифра не дотянула до той, утвержденной общим соглашением, которая была определена почти 18 тысяч рублей. Так что здесь есть невыполнение. Нас, в общем-то, сегодня настораживает ситуация, когда район не очень использует возможности подготовки учителей. Вы знаете, что два года назад провели сложное решение поддерживать тех молодых выпускников школ, которые связывают свою судьбу со школой и идут учиться в наш Янский государственный гуманитарный университет. Им выплачивается дополнительная стипендия, выдается целевое направление, выплачивается стипендия в дополнительном размере 5 тысяч рублей, но при условии, если не заключается соглашение, и обязуется возвратиться по этому целевому направлению в то место, в тот район, откуда они, в общем-то, пришли. Поэтому я просил бы обратить на это внимание и усилить работу в этом направлении. И еще одну проблему, которая, в общем-то, не касается общего образования, я бы высветил, в районе есть профессионально-образовательное учреждение. Это бывшее 16-е училище. Сегодня принято распоряжение, оно преобразуется в филиал Кирово-Читетского техникума. Но нас беспокоят, конечно, вопросы комплектования. Вот мы с Олегом Валентиновичем почему и сохранили это образовательное учреждение, потому что он, как бы, со своей стороны обязался совместно с заводом, с другими промышленными предприятиями, так сказать, содействовать комплектованию этого образовательного учреждения. На сегодня процесс идет очень сложно. И вот я бы просил новую администрацию, главу района, внимательным образом рассмотреть эти вопросы вместе со всеми заинтересованными предприятиями и, как бы, так сказать, помочь коллективу в комплектовании техникума. Иначе просто стоит вопрос о том, что через год мы можем потерять это образовательное учреждение. И, в общем-то, район, наверное, от этого только пострадает, а не выигрывает. Собственно говоря, все. Спасибо, Анатолий Михайлович. Правильно я понимаю, что у нас задача по линии образования – это ремонт, не ремонт, а создательство дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях в двух населенных пунктах? Это строительство двух детских дошкольных учреждений в двух селах. Это подрещите их клинковки на 40 мест, то есть 80 мест дополнительно. Вот это главное в дошкольном образовании. Это, как говорится, выполнение соглашения по повышению заработной платы. Это тоже сегодня немаловажная задача. А вот в общем образовании, я думаю, что здесь проблема, это связано, конечно, с материальной базой и качеств сельских школ. И здесь надо определяться, как, ну, какими-то, так сказать, путями мы будем ее решать. Хорошо. Спасибо. Присаживайтесь. Значит, я бы хотел сейчас быстренько предоставить слово Андрею Николаевичу Чемоданову, заместителю ВВД Департамента экологии и природопользования Кировской области по...